Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Один и день беспеки дорожного руху проходит сегодня у нашей краине. Его девиз – пешеходный переход, место сустречи ветлевых людей. Рассказать про основные задачи сегодняшней акции мы попросили супрационника управления Держаутоинспекции Минской области. И у студии актуального микрофона зараз мы витаем начальника отделения по агитации пропаганде, майора милиции Андрея Гладкого и старшего инспектора майора милиции Ирину Сапунову. Добрый день, Андрей Петрович, Ирина Васильевна. Доброго дня всем. Добрый день. Я сразу хочу проакцентировать, что вот такие единые дни безопасности дорожного руха, движения у нас проходят, в общем-то, постоянно, особенно вот такие осенние дни. Каждый раз новый девиз, видимо, новые какие-то актуальные задачи. Вот сегодня пешеходный переход, значит, место вежливых людей. Да, это значит, мы должны смотреть внимательно как пешеходам на пешеходном переходе, так и водителям возле него быть действительно взаимовежливым. Вежливый диалог. Мы сейчас вообще на диалог везде настраиваемся, ну а на дороге он просто необходим. Это очень актуальная проблема в связи с тем, что в настоящий момент на территории Минской области регистрируется рост дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с участием пешеходов. И вот, например, если обращаться к цифрам, то с начала года на территории, на уличной дорожной сети Минской области произошло у нас уже 166 дорожно-транспортных происшествий, в которых пешеходы, 49 человек погибло и 121 получили ранения различной степени тяжести. Это уже большие цифры. Это большие цифры, регистрируется рост. И вот основные, наверное, причины все-таки, хотелось бы остановиться на этом, что на первом месте, конечно же, это нарушение правил дорожного движения самими пешеходами. На втором месте у нас идет это нетрезвое состояние водителей транспортных средств. И на третьем несоблюдение безопасной скорости. Я думаю, что нужно еще отразить, что есть такие нарушения ПДД, как непропуск пешеходов на пешеходном переходе. И вот эти четыре составляющие, они основные являются показателями по росту аварийности, как на территории Минской области, так и по всей стране. Ну, что удивительно, что пешеходы большинстве виноваты. Мне кажется, вот еще не далее, как лет 10 назад, картина была несколько иная. Все-таки пешеходы были более дисциплинированы. Конечно, но еще, конечно, как обычно, сказывается и сезонный фактор. Да, погодные условия. Погодные условия в связи с тем, что сейчас сокращается световой день, рано начинает темнеть. Я думаю, что вот вместе с тем из-за этого получается, что у нас на территории Минской области 80% всех ДТП зарегистрированных случаются в темное время суток. И большая часть пешеходов, они в темное время суток игнорируют такую вот маленькую деталь безопасности. Это как ношение световозвращающих элементов именно на одежде, чтобы себя обозначить, чтобы их увидел водитель. Но если это, в принципе, не столь актуально в большом городе, то где-то... На территории Минской области, да, в населенных пунктах, в деревнях, то это очень-очень актуально. И надо сказать, что за такое нарушение, в общем-то, и соответствующее есть и наказание. Вот подруга моей дочери за пределами города Минска как-то шла без света отражающие элементы и получила, в общем-то, наказание в виде штрафа. Вы знаете, мы сейчас периодически, вот буквально недавно, в принципе, вот этот весь период осенний, уже начиная с сентября, когда уже, как говорится, рано темнеет, мы проводим и рейды, и профилактические беседы. И, ну, как бы, сотрудники ездят, вот именно в населенных пунктах проходят, как бы, идут службу и, значит, обозначают бабушек, дедушек, велосипедистов, те же их транспортные средства, велосипеды, именно с свето-возвращающими элементами. Вот, ну, это необходимая работа. Отразить такую категорию участников дорожного движения, как, ну, самые наши недисциплинированные, которые появляются на проезжей части в состоянии алкогольного пьянения. И у нас регистрируется рост ДТП из данной категории. То есть, именно пешеходы. Да, у нас есть такой вот, как бы, можно сказать, типовой портрет погибших пешеходов в ДТП. Это лица от 30 до 50 лет, которые находятся в темное время суток на проезжей части в темной одежде, без свето-возвращающих элементов. И в основном это лица, которые находились в состоянии алкогольного пьянения. И вне перехода. Вне пешеходного перехода. К слову, об этой теме же, об освещении пешеходных переходов, поступил такой звонок, колодище, остановка Тюленина. Там не освещена ни остановка, ни пешеходный переход. И, ну, уже был случай, что сбила машина. Вот именно тоже есть такие проблемы, что некоторые пешеходные переходы как-то не подсвечены. Есть такие проблемы, когда существующие опоры, скажем так, перегорают лампочки и не функционируют. Данная улица, скорее всего, что имеет такое искусственное наружное освещение. Я думаю, что комплекс мер по предотвращению ДТП, инженерных именно мер, он делается, конечно, очень большая работа проделывается. А кто ее контролирует? Кто вот обязан отвечать за освещение вот таких вот пунктов? В том числе и госавтоинспекция, как организация дорожного движения. Я думаю, что если вот привести пример, что на уличной дорожной сети, если брать, допустим, магистральные республиканские автомобильные дороги, на пешеходных переходах устраивается, помимо того, что повышенная световозвращаемость, разметка бело-желтая, чтобы пешеходов было легче обнаружить на проезжей части. Во-вторых, на потенциально опасных участках, где пешеходный переход, стараемся устанавливать дорожные знаки с повышенной каймой, с повышенной световозвращаемостью. А также подсветка, вот как мы уже говорили. Искусственное наружное освещение, оно может быть как обычной лампочкой, так и светодиодной. Мы видим, что в последнее время приоритет отдаем светодиодным лампочкам, которые больше, ярче освещают участок пешеходного перехода. И надо отметить, что вот, например, в столице, в крупных городах, там перед пешеходными переходами есть ограждение. Есть турникетное ограждение специально, которое направляет. Если, допустим, вне населенного пункта есть по типу Z-образный пешеходный переход, мы направляем пешехода, чтобы он, когда переходил, перешел одну проезжую часть, при переходе второй проезжей части он шел навстречу движения и видел транспорт, который приближается к пешеходному переходу. Потому что, скажем так, по правилам дорожного движения водитель обязан уступить пешеходу дорогу, но вместе с тем пешеход должен сам видеть и убедиться в том, что его будет маневр безопасен для самого же себя. Особенно осенью, когда мокрая дорога, уже не говорю зимой, когда скользкая дорога. Мы всегда призываем, пусть это как-то, ну, звучит, может быть, так, как бы, опять же, привести диалог, то есть обозначить, что вот я выхожу на проезжую часть, увидеть, что водитель тебя пропускает, то есть наладить как бы такой вот визуальный, не знаю, контакт. Но мы же всегда говорим, еще с детских лет учим детей. Смотрите сначала налево посмотрите, потом посмотрите направо, то есть обезопасьте себя заранее. Самое основное, это смотреть по сторонам, чего пешеходы не все хотят этого делать. Ну вот мы уже поговорили о том, что какая цель, значит, обозначить, напомнить, сказать. А вот какие мероприятия будут проводиться вот в этой рамках, в рамках вот этой акции? Я не думаю, что будете прямо стоять на пешеходах. Нет, ну, в основном это, конечно же, ну, с учетом эпидемиологической обстановки, конечно, здесь в большей степени это работа и в средствах массовой информации, выступления, конечно, в коллективах, где это возможно, ну и, конечно, перед детской аудиторией. Потому что воспитание, то есть воспитывать именно к правилам, соблюдению правил дорожного движения нужно именно с детства, то есть с детского возраста. Поэтому основная наша задача – это привить ребенку именно соблюдением правил дорожного движения, движения, конкретно касаясь всех категорий участников дорожного движения, будь то он пассажир, будь то он пешеход, потому что пассажир, опять же, мы всегда говорим, что пассажир зависит, вот несовершеннолетний он, зависит от взрослых, да, от их ответственности, как они его привозят, как бы и так далее. А здесь пешеход-ребенок, он предназначен сам себе, то есть он вышел на большую дорогу и должен понимать, что может его поджидать опасность на дороге. Поэтому в большей степени мы всегда разговариваем с детьми, проводим какие-то мастер-классы, конкурсы, которые направлены именно по этой части правил дорожного движения. Смастерить себе световозвращающий элемент, чтобы он, как говорится, полюбил вот эту маленькую деталь, я его всегда называю светлячок, то есть талисман, дорожный талисман. Правильно, для ребенка очень хорошо обозначено. Хочу сказать, что при встрече особенно со старшеклассниками, они почему-то стесняются вот этих маленьких деталей, но вы примите, что это как элемент бижутерии, брелока. Но они же есть красивые, интересные моменты. Конечно, можно вырезать интересные формы, и поэтому наши сотрудники в школах Минской области проводят вот такие встречи с детьми, занимательные, чтобы им была не просто сухая беседа, информация. Потому что ребенку нужны визуальные картинки, им нужно что-то делать с ручками, что-то повторять за взрослыми. Поэтому очень важно, мы еще всегда говорим, брать пример со взрослых. Но если он положительный, если он действительно правильный, если мама переходит на красный свет по пешеходному переходу, какой же это может быть хороший пример для ее ребенка? И такое мы наблюдаем. И мы не раз наблюдаем такие нарушения. А вот с этой целью, мне кажется, что мы и предпринимаем все меры для того, чтобы в настоящий момент сегодня, допустим, приблизить наряды ГАИ Минской области к пешеходным переходам, чтобы это проконтролировать и, допустим, предотвратить беду. Но будете вот сегодня наказывать нарушителей или все-таки предупреждением заниматься? Вот это очень важно. В основном идет дифференциальный подход в госоинспекции. Если человек уже не раз нарушал правила дорожного движения, то он, конечно же, будет привлечен к административной ответственности. Если это впервые у него случилось, и он сознает, что он виноват, признает свою вину, то я думаю, что можно ограничиться и предупреждением. Вот как раз-таки хочу сказать, что грубое тоже нарушение, то есть нахождение на проезжей части в нетрезвом состоянии. Это же, конечно, прямая угроза именно безопасности дорожного движения. Здесь ни о каких предупреждениях не идет речь. Это же предупреждение. Вот вам просто расскажу, в октябре в дежурную часть стародорожского РУВД поступило сообщение о том, что на старых дорогах на пешеходном переходе лежит женщина с признаками алкогольного опьянения. Это сообщила женщина-водитель. Она сказала, что он говорит, я к ней подошла, спросила, может быть, нужна помощь данному пешеходу. На что та пешеход немнятно что-то ответила и от нее немножко разила алкоголем. Ну, естественно, сотрудники ГАИ выбывают, ее поднимают с проезжей части, отвозят на свидетельство, от чего она отказывается, эта женщина, ну и ее привлекают к ответственности. И согласно статье 18.23, части 2 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, значит, напоминаем, административное взыскание в виде штрафа за нахождение на проезжей части в нетрезвом состоянии в качестве пешехода или велосипедиста составляет от 3 до 5 базовых величин. Печально слушать такую историю, особенно со стороны женщины, такое нарушение. И мы очень благодарны, госавтоинспекция благодарна таким неравнодушным гражданам, водителям, пешеходам, которые видят, ну, вот это лежавшее тело, которое действительно, ну, может создавать угрозу всем. Вот еще про этику, водитель-пешеход, пешеход-водитель, также поступил звонок и говорят о том, что часто мы не только видим водителей, которые разговаривают по мобильному телефону, но и утром пьют кофе, например, делая различные сложные маневры, вот говорят, что хотелось бы как-то, и вот в этом случае есть наказание за разговоры по мобильному телефону, но все-таки вот. Конечно, административная ответственность есть таким данным категориям людей. Я думаю, что это уже привычка, выработанная у некоторых, разговаривать по телефону и отвлекаться от управления, и очень много людей уже пострадало от этого. Кто-то попадает в ДТП без пострадавших, а кто-то и с тяжкими последствиями после... Так, например, у нас недавно... Буквально вчера. В Минском районе. Произошло в Минском районе на автодороге Р-65 Заслава-Держинск озера. Произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина отвлеклась на телефон и съехала в кювет. В кювет и наезд на придорожное дерево. Сама и пострадала от этого. Пострадала, да, госпитализирована. И вот, скажем так, привлекаем к административной ответственности за пользование средствами, связями, но вместе с тем люди не понимают, что они сами себя вредят этим пользованием. Если у человека, допустим, есть это устройство, которое установлено в автомашине, свободные руки, он не отвлекается, то он может не отвлечься, допустим, не смотреть на телефон. На жест какой-то, да. Но он может отвлечься своими мыслями. Ну, опять же, вот эти постоянно телеграм-каналы, то есть, особенно когда уведомления, плим-плим-плим-плим. И, конечно, даже это может отвлечь водителя. Некоторым людям приходит какая-нибудь информация, допустим, которая его потом огорчила. И он может действовать вообще неадекватно на дороге. Мы уже вскользь сказали о профилактике детского дорожного травматизма, о том, как мы учим наших деток правильно себя вести на дорогах и на улицах. Но это настолько актуально сейчас. Начинаются осенние каникулы. Значит, ну, дети так же. Будут ходить, кроме школы, проторенная дорожка еще куда-то. Он может гулять на улице, на какие-то внешкольные занятия. Вот как тут их, так сказать, настроить на правильное, в общем-то, поведение на дорогах? И что вы сейчас делаете? Мы уже говорили, ну, еще вот на чем надо необходимо внимание? Надо вернуться. Говорится, засеродить. Конечно, надо вернуться все-таки к теме свето-возвращающих элементов. И как мы уже разговаривали по поводу того, что кто-то хочет их вешать себе на портфель, либо на одежду, а кто-то не хочет, кто-то стесняется. Основной момент такой. Если вы все-таки оказались в темное время суток на проезжей части, при переходе проезжей части, фликер должен быть виден, во-первых, не только вам, но и водителю транспортного средства. Так вот, например, как переходят дорогу, если, допустим, на правой руке полоска находится, световозвращающая, а переходит дорогу справа налево, то водитель не увидит ее. И такой у нас случай был с летальным исходом. Поэтому, конечно, нужно размещать эти световозвращающие элементы обязательно в тех местах, чтобы водитель мог увидеть его. И это ваша безопасность, самое главное. Вот был у нас такой случай с летальным исходом на автомобильной дороге М4 Минск-Могилев на 35-м километре, где несовершеннолетний переходил проезжую часть, в руках катил велосипед, ему 12 лет всего, а водитель автомобиля Volvo XC90 не заметил его и сбил насмерть. Хоть и на велосипеде, на колесах были световозвращающие элементы в виде катафотов, но вместе с тем дорога скоростная, необходимо всегда смотреть и не ступать на пешеходный переход до тех пор, пока это будет небезопасно. Ну вот мы говорили про светоотбивающие элементы, но молодежь, чаще именно молодежь можно встретить, переходят дорогу, смотрят в гаджет, в наушниках, в общем-то, совершенно концентрация внимания на другом. Это, конечно, очень такое отвлечение от дороги, от вообще вокруг, что вот происходит, потому что дети, они погружены вот в эти гаджеты, и, в принципе, всегда, когда при встрече с учащимися, ну, поднимите руку, кто любит слушать музыку. Конечно, все поднимают руки, я говорю, а на пешеходном переходе там можно слушать музыку? Нет, вот, ну, все равно же видишь зачастую, что дети наушники в ушах, там, информацию какую-то слушают, общаются по телефону, и даже видя вот эти факты, вот, когда они уже переходят дорогу, все равно они не снимают наушники. А ведь это... Ну вот что делать? Понятно. Видно, родители должны тоже об этом говорить, говорить постоянно, и, может быть, даже рядом идущий пешеход тоже дать замечание? Вы знаете, вот, конечно, хотелось бы до каждого ребенка достучаться, но просто чтобы... У нас, допустим, есть такая, она немножко жесткая методика, когда ты показываешь, допустим, перед детской аудиторией какие-то факты ДТП, именно фото, ну, видео, ну, такие, не сильно жесткие, но как бы именно с места ДТП. И когда... Да, примеры. И когда дети это видят, они... Ах, то есть минута молчания, они видят, что может произойти. То есть думают, нас не коснется. Да, понимаете, поэтому, ну, постоянно, наверное, здесь все-таки в большей степени должна быть работа именно со стороны мам, пап, дедушек, бабушек, вот, говорить, что проезжая часть – это не место, не для игр, ничего, это опасное место, которое нужно вот как быстренько перейти, не то, что быстренько, аккуратно по правилам перейти, и есть для игр, для слушания музыки, другие безопасные места, детские площадки, дом и все остальные, как говорится, места, где ребенок будет в безопасности. То есть сделай все, чтобы достучаться до детей, до детского розума. Конечно. Андрей Петрович. Вот госавтоинспекция в текущем году, чтобы подсказать родителям, вблизи школ начала наносить профилактические надписи. Сделали специальные трафареты с тематикой такой, что возьми ребенка за руку, сними наушники, переводи велосипед по пешеходному переходу. И я думаю, что оно подскажет это не только нашим детям, но и родителям. Но вот вы уже неднажды упомянули это слово «велосипед». Видимо, велосипедисты тоже доставляют немало забот сотрудникам ГАИ и нам, пешеходам, и не только велосипеды, но и скоростные новые виды передвижения, например, как электросамокаты. Вот что тут делать? Как тут достучаться, чтобы все-таки мы уважали друг друга, и не только на пешеходном переходе, но и по тротуару, когда идем. Да, в настоящее время прогресс идет просто семимильными шагами. И я думаю, что все заметили, есть большое разнообразие и сигвей, и скутеры, и самокаты, электросамокаты, моноколесо. И все эти, скажем так, электротранспортные средства, они создают некоторым удобство в передвижении, а некоторым другим как помеха идет. И были зарегистрированы, конечно, случаи дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и электросамокатов. Я думаю, что все-таки данный вопрос нужно будет рассматривать только после изменений в правила дорожного движения, потому что это очень большой блок, который коснется именно по правилам передвижения этой категории участников дорожного движения. Особенно в большом городе? Особенно в большом городе. Сам был недавно свидетелем, как на электросамокате молодой парень просто-напросто упал. Прямо при переезде проезжей части сделал необдуманный маневр и упал. И он, наверное, еще не в шлеме был. Конечно. И вот, опять-таки, касаясь уже пешеходного перехода, вот велосипедист должен спешиться? Конечно. Товарищи, как говорится, на электросамокате тоже должен спешиться? Но, увы, такое мы фактически редко наблюдаем. Ну, вот это, я считаю, что это, ну, может быть, какая-то лень. И, опять же, спешка. Вот всегда и перед детской аудиторией, и взрослым, я всегда говорю, мы почему-то куда-то спешим. Ну, не нужно никуда спешить. Те же дети, они спешат в школу. Я всегда говорю, да лучше вы опоздаете на урок, извинитесь, и все. Вы помните, был такой розум даже среди сотрудников ГАИ. Поспешишь на минуту, а можешь потерять жизнь. Я помню, очень часто это напоминали. Потому что, ну, наверное, вот этот вот время, ход, вот такое информационное, спешки, быстрее, быстрее, быстрее. Всегда вот нужно прививать именно ребенку, что вот не нужно никуда спешить. Вот эта беготня, она, ну, до хорошего не приведет. У нас были случаи дорожно-транспортных происшествий с пешеходом, и летние случаи, когда мальчики шаловливые, как говорится, там шалили, игрались возле проезжей части на тротуаре. И один другого толканул, и тот упал под машину. Поэтому вот эти все шалости, спешки, они до добра не приводят. И это, как говорится, касается не только детей, но и взрослых. У нас есть вопросы, даже касаемо именно и тех же велосипедистов, да? Большой, да, шквал вопросов именно по велосипедистам, по велосипедам. Начну по порядку. Вот Гродницкая область, и пенсионер спрашивает, есть улица с двусторонним движением, тротуар меньше двух метров, с бордюрами и так далее. Может ли он ехать в данном случае по проезжей части, например? По правилам дорожного движения указано, что велосипедист имеет право двигаться не дали метра от кромки проезжей части, только в том случае, если отсутствует тротуар, либо велодорожка. Поэтому, если там интенсивное движение пешеходов, и он создаст какое-то препятствие, только в том случае можно как-то рассматривать его движение по краю проезжей части. Но по правилам дорожного движения вот именно так. И вот такой вопрос, какая ответственность водителя, если внезапно выезжает велосипедист на пешеходный переход со скоростью, которая будет превышать скорость пешехода? То есть что делать в данном случае? В этом случае я думаю, что кто же померяет эту скорость. Я думаю, что велосипедисты тоже могут привлечь к административной ответственности, как по статье 18.23, часть 1, за создание какой-то аварийной ситуации, которая может повлечь травмирование пешехода, либо этого велосипедиста. И вот еще есть один такой интересный вопрос, который поступил к нам на наш СМС-чат. Если управляешь велосипедом после употребления пива, например, могут ли лишить прав? Нет, велосипед не является механическим транспортным средством, поэтому прав его никто не лишит. Смотря сколько пива выпить, наверное. Но с другой стороны, с моральной точки зрения, все равно, мне кажется, даже и велосипедисту необходимо соблюдать и быть внутрежно. Конечно, безусловно. К ответственности он будет привлечен, но никак не лишение водительского удостоверения. Это однозначно нет. Но нетрезвые велосипедисты, мы же вот ранее говорили, что они тоже создают проблему на дорогах. Если в будущем приравняют все-таки электросамокат к механическому транспортному средству, и это внесут изменения, то я думаю, что там уже можно разговаривать про лишение водительского удостоверения. Ну вот вопрос от наших слушателей, еще раз просит уточнить, а вот садиться за руль велосипеда с какого возраста, возможно? Можно с любого возраста садиться за велосипед, но главное не выезжать на дороге общего пользования детям. Да, если до 14 лет, то с сопровождением взрослых, а если без сопровождения взрослых, то только после 14 лет. Ну а вот опять-таки эти электрические, как мы вот называли, новые средства передвижения не регулируют, да, возраст? Нет, пока законодательством это не предусмотрено. Я всегда советую ездить на этих данных электрических, скажем так, помощниках наших, только на специально оборудованных площадках. Есть очень много парковых зон, велодорожек, где можно безопасно на этих средствах передвигаться, как детям, так и взрослым. Не нужно выезжать на проезжую часть на этих электросамокатах, сегвеев и тому подобное. Нужно ездить только там, где это предусмотрено. И вам будет приятно по природе, по хорошему покрытию. И есть такие нюансы, я же как говорил, что, допустим, можно попасть нечаянно в яму на проезжей части, и потом упасть и повредить себе что-нибудь. Ну, еще, если мы коснемся вот теперешней погоды, теперешнего состояния, атмосферы, мы должны, видимо, концатировать, у нас еще ранее туманы. Вот рано утром, и даже когда уже вечером идешь с работой, видимость ограничена. Вот какие-то предупреждения на эту тему вы даете водителям? Как рекомендация, самое основное, конечно, это же пользоваться противотуманными фарами. В случае, если автомобиль не оборудован данным видом устройства, то, конечно же, ехать вне населенного пункта с ближним светом фары. Не нужно включать дальний свет фар. Пучок световой так получается, что еще хуже будет видно водителю транспортного средства. Выезжать, конечно, желательно было бы избегать в большей мере таких поездок, когда видимость ограничена. Но если уже необходимо ехать, допустим, на работу или еще куда-нибудь по повесткой причине, конечно же, необходимо включать противотуманные фары, снижать, самое главное, скорость движения. Даже если там разрешено 90, то нужно ехать медленнее, потому что кто-нибудь из тумана выйдет, не дай бог, произойдет дорожно-транспортное происшествие. Основные это такие моменты. Быть внимательным, не отвлекаться ни на телефонные разговоры, ни на что другое. Я вспоминаю этот случай. Я ехала лично сама из аэропорта нашего. Был такой туман, что, как говорится, руку можно, как говорится, высунуть из окошка, и даже руки не видно. Молоко сплошное. Вот что в этой ситуации делать? Мы остановились. Необходимо включить, сначала, в первую очередь, включить знак аварийной остановки, включить, снизить скорость, вплоть до полной остановки остановиться. Желательно, конечно же, было бы убрать транспортное средство с проезжей части, но не факт, что другой водитель, кто едет позади, увидит это. Ну и, кстати, обязательно, вот если аварийная остановка, да, вот водитель, обязательно, когда, выходя из автомобиля, вообще, нужно желательно убрать автомобиль от проезжей части, потому что у нас было достаточно, ну, как бы, дорожно-транспортных происшествий, когда вот погибали, то есть водитель выходит из машины, и его сбивает автомобиль. То есть обязательно надевать жилет повышенной видимости. Который есть у нас в автомобиле в период прохождения технического осмотра. Некоторые про него забывают. Да, он тоже может спасти жизнь, да, такой элемент. Конечно, конечно. И еще, видимо, мы должны сказать, что скоростной режим, это, видимо, беда. Скорость. Самая основная. Да, самая основная. Вот мы говорим про вежливость, взаимовежливость на пешеходном переходе. Видимо, до пешеходного перехода водителю тоже что надо сделать? До пешеходного перехода? Видно, как-то сбавлять, может быть, скорость, да, или как? То водитель, водитель, вот этот, опять же, вернемся к диалогу, водитель-пешеход, наладить контакт, это все понятно. Но, что касается нерегулируемых пешеходных переходов, здесь водитель должен подъехать к пешеходному переходу вплоть до остановки, то есть снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства, и, соответственно, пропустить пешехода. А пешеход, соответственно, должен посмотреть по сторонам, убедиться, что его водитель пропускает, И в том случае, как говорится, у них такой вот диалог произошел, они разошлись на этой, как говорится, на этом участке дороги и все. Вот еще такой момент, когда на пешеходном переходе останавливаются большегрузы. И бывает такое, что вот стоит большегруз, да, там фура или да, и она ограничивает видимость. Поэтому, соответственно, водитель должен быть внимателен и осторожен. То есть, если он видит, что большегруз стоит, то, естественно, ему нужно стоять, потому что в любом случае может выйти из этого большегруза пешеход, а тот, допустим, водитель как ехал, может наехать на этого пешехода. То есть, как шахматный гроссмейстер просматривать на несколько ходов вперед. Конечно, конечно. Нужно просчитывать свои действия. Вот я говорю, что про эти погодные условия, да, погода капризна, дожди, ветер. И вот когда ты видишь людей в капюшонах, опять же, вот эти зонтики, да, это все хорошо, чтобы нас спасало от дождя, от ветра. Но когда ты выходишь на пешеходный переход, обязательно нужно опустить капюшон, где-то приподнять зонтик, чтобы, как говорится, ты видел тоже проезжую часть. Давайте напомним самое главное гражданам, все-таки, если кто-то увидел, что на проезжей части движется пешеход в состоянии алкогольного опьянения, необходимо незамедлительно позвонить по телефону 102, звонок бесплатный, и, может быть, вы спасете чью-нибудь жизнь. Ну, и с каждым из нас быть очень внимательны на дорогах и понимать, что от этого зависит наша жизнь и жизнь окружающая. Безопасных всех дорог. Да, спасибо. Спасибо за интересный и важный разговор. Я нагадаю нашим слухачам, что гостями у нас в студии сегодня были сопрацовники управления Дяж-Аутоинспекции Минской области, начальник отделения по агитации и пропаганде майор милиции Андрей Гладкий и старший инспектор майор милиции Ирина Сапунова. Дякую вам и дяка слухачам.